если вы зашли на данное видео значит у вас есть определенные подозрения относительно негатива который может иметь место быть может быть это совсем иные ситуации и я сделаю сегодня такой расклад внимание расклад будет на три позиции поэтому до того как вы начнете смотреть сам расклад вам нужно будет определиться с номером вашей позиции 1 2 или 3 и еще момент для того чтобы максимально уточнить том предсказание которое я сегодня буду делать я еще буду делать короткую сигнификацию чтобы вы смогли сопоставить о вас речь или нет поэтому будьте пожалуйста внимательны и я бы рекомендовала посмотреть все три сигнификации на всякий случай потому что негатив это ну вещи которые встречаются на самом деле не так часто но эта штука мягко говоря крайне крайне неприятно и поэтому загадывайте свою цифру да я не представилась с вами лайв 2 надежда я вас всех приветствую и пока я делаю выкладку для каждой позиции вот вы можете подумать 1 2 или 3 позиция в этом раскладе ваша либо можете поставить на паузу я беру по 4 карты на каждую позицию это позиция номер один это позиция номер 2 карта сюда не доложила особенная будет вторая позиция у нас одна карта будет носить какой-то важный смысл обратите на нее внимание просто как минимум посмотрите я надеюсь что вы определились и мы начнем смотреть для тех кто выбрал первую позицию я делаю короткую сигнификацию вашей ситуации то в чем вы находитесь или той проблемы которая заставила вас думать что возможно это результат какого-то негатива это переживание здесь депрессия кошмары могут быть состояние очень тревожная ситуация которая вас волнует что-то из того что произошло а это происходит периодически и реально наталкивает вас на мысль о том что здесь не просто стечение обстоятельств здесь не просто проблема которую надо решать там или проблемы которые текущие в этом реально вам кто-то помог и подбросил подбросил какую-то гадость здесь ощущение что дороги закрыты если что-то и получается то получается серединка на половинку вы не чувствуете здесь полноценного вкуса жизни вы не чувствуете в себе силы для того чтобы все изменить и кстати вот это то и пугает да что если раньше был оптимизм какой-то если раньше были силы горы свернуть то сейчас этого нет и в целом здесь если смотрим из того как вы считаете вы могли бы получить грубо говоря сто процентов вы получаете здесь но в лучшем случае процентов на 50 и соответственно вся эта вся эта ситуация отбивает уже всякое желание что-то пробовать что-то начинать потому что уже как вам кажется результат прогнозируемый на не получите полностью то чего вы хотите и ситуация здесь может быть связаны с отношениями не получается построить отношения это может быть финансовая ситуация вроде бы работаете зарабатываете вкладываете все силы а деньги просто как вода он сквозь пальцы уходит это и какие-то возможности что если раньше возможности пожалуйста бери пользуюсь эту сейчас как бы напор он перекрыт его тоненькая стройка да вот как будто какие-то капельки здесь и крохи для себя собираете это сигнификация для первой позиции если вы себя узнали давайте будем смотреть если здесь на вас какой-то негатив или это что-то совсем иное на самом деле я здесь негатива не вижу здесь ситуация что вот из тех возможностей из которых вы выбираете попросту говоря вы смотрите не в ту сторону карты и все видно давайте это положим здесь вам стоило бы обратить внимание не на быстрые результаты здесь небольшая у нас торопышка показана и возможно раньше если что-то получалось быстро легко и качественно то сейчас для того чтобы получить хороший результат вам нужно время это касается и отношений то есть не получится здесь отношений когда вы только встретились и сразу все с этим человеком сложилось настраиваетесь на то что на если вы ждете отношения то не расстраиваете что мужчина не стремится сделать вам предложение там в первые несколько месяцев знакомства потому что у нас здесь рыцарь пентакли а это медленный такой товарищ который готов продолжительных отношения говорит о том что все будет но это будет не так быстро как хотелось бы здесь вот стоит запастись терпением точно также если мы говорим о работе не бойтесь кстати каких-то новых начинаний но здесь желательно чтобы было либо поддержка близких либо к это финансовая подушка потому что то дело которое вы можете развить а здесь реально шансы развить очень хорошие то что опять же рыцарь наши он говорит о успехах о достижении и но опять же на это нужно потратить время и не переживать что вы не видите каких-то молниеносных финансовых результатов если это карьера то все аналогично точно точно также здесь показано что уже были сделанные вами попытки вот но просто вы не дождались того момента когда вы уже начали бы видеть что все получается вот здесь очень явно влияет на вас ваше прошлое когда раньше было проще и сейчас когда ситуация требует ожидания и сравнивая с тем что было раньше конечно будет ощущение что наверное кто-то может быть сглазил там или кто-то мне сделал что-то не то а как будто бы перекрыли удачу потому что здесь есть уже ту ситуацию которую вы чувствуете грубо говоря ситуацию вашими глазами но если ситуацию смотреть глазами картеро то они показывают что стоит вам немножечко больше приложить своего терпения вот и каких-то усилий и вы будете видеть что все получается здесь ситуация не критично здесь не негатив поэтому мои дорогие если есть в любом случае какие-то цели на которых вы не возлагаете надежда возьмитесь вот не старайтесь прямо там упахаться очень быстро для того чтобы все увидеть сразу просто размеренно и будете видеть что ситуация сдвигается стоит нулевой точки в которой вас это уже так огорчает и так для тех кто выбрал позицию номер два давайте посмотрим что у нас здесь здесь вам пришлось с кем-то расстаться вы бежали от кого-то или кто-то здесь убежал чья-то была инициатива и складывается очень четкая картина что вы сейчас не можете нормально построить личную жизнь или не можете построить карьеру как будто бы реально здесь какой-то блок какой-то замок висит а у того человека вроде бы все прекрасно и все нормально вы видите насколько диаметрально противоположные ситуации сейчас у вас и у этого человека это может быть коллега это может быть подруга это может быть любимый человек абсолютно неважно и такое ощущение что вот после этого момента как будто бы все пошло не так но при этом опять же мы не называем до что в чем-то эта позиция у нас особенная потому что знаю что четыре карты а беру просто 3 и в и потом уже до меня доходит что надо четыре карты эта позиция уже обращает на себя внимание вот и видя до до и после понимая что как будто бы после этой ситуации что-то пошло не так конечно будут подозрения что то ли кто-то украл удачу то ли может быть этот человек как явился для вас каким-то нехорошим недобрым символом и я прекрасно понимаю что хочется разобраться и как минимум когда ты с кем-то расходишься расстаешься попросту расходится пути дороги ты не хочешь видеть что у того человека все пошло в гору а у тебя все остановилось давайте будем смотреть нашу особенную позицию если здесь негатив а негатива я здесь тоже не вижу а из всей колоды только несколько карт указывает на прямой негатив негатив когда он есть то его сразу видно когда его нету пытаться найти в неудачах каких-то неуспехах чью-то вину ну это наверно слишком наивно я говорю ровно так как есть у меня нету задачи здесь что-то скрыть от вас моя задача прямо донести до вас то что сейчас происходит но здесь карты показывают что у вас сейчас реально режим тишины режим затишья который реально сводит с ума потому что желание возможности не совпадают ваши какие-то намерения сейчас они просто не реализуются здесь все просто здесь стоит на месте но это необходимая пауза сейчас вашей жизни если хотите в вашей судьбе вашей карме и знаете вот в чем кстати особенно эта позиция что переменные в лучшую сторону начнутся в вашей жизни с появлением человека которому вы проникнетесь эмоционально да это может быть любовная ситуация и если вас волнует что не получается построить личную жизнь поверьте сейчас и до того было не то самое время чтобы встретить настоящую любовь но этот человек появится если здесь ситуация работы или эта ситуация может быть какого-то ну иного формата бывает так что даже не столько работа сколько какие-то идеи какие-то начинания какие-то дела вот просто они стопорятся поверьте вы поймете про какого человека я говорю потому что он понравится с первого раза вам и это мужчина он может стать последствия там лучшим другом или это человек который занимает может быть какую-то решающую роль в той сфере или в том деле с которым вы будете сталкиваться но вот просто он располагает к себе и это для вас должно быть знаком что вынужденная пауза и вынужденная остановка в вашей судьбе она закончилась потому что для определенных дел и задач мы должны где-то набраться опыта где-то подрасти где-то сделать какие-то выводы и когда у нас внутри происходит изменение жизнь всегда нам предоставляет новые возможности бывает же так что дай человеку большие деньги а он к ним просто не готов и эти деньги там не просто не принесут ему пользу могут нанести вред и также к другим событиям до вам встретиться человек а вы просто не оцените его глубины там вы не оцените его харизма покажется что это не тот герой с которым вам хотелось бы быть в этой жизни поэтому здесь то происходит то что должно происходить вот конечно я не говорю сейчас о ситуациях когда вы ничего не делаете то соответственно ничего не будет происходить я говорю для тех кто старается пытается и все равно не теряя надежды что-то в своей жизни устраивает но не получается этот период обязательно закончится с появлением какого-то конкретного человека но мне все-таки здесь хочется особое внимание обратить все таки про любовную тему поэтому те кто хочет своей личной жизни те кто ждет поверьте вы встретите того человека и вы четко поймете что это не проклятие этом или это не порча а это просто но такая судьба на когда нужно когда-то взять паузу и просто сделать выводы это просто дождаться того самого нужного момента который происходит всегда когда это необходимо все во время и давайте для тех кто выбрал у нас третью позицию сейчас посмотрим какая здесь ситуация так здесь такой эмоциональный фон зашкаливает так уго здесь на 7 что карты показывают вот за что это все почему это все происходит это мысли и это слова того человека для кого эта сигнификация является его личной здесь недооцененные ваши вложения в жизнь другого человека или в жизнь других людей здесь вы стараетесь всегда делать что-то любить и если любите то любите навсегда если что-то делаете то выкладываетесь на все сто процентов если уж выбрали человека и вы готовы быть рядом с ним то этого человека вы окружаете заботой невероятные вы окружаете и его вниманием но вы сталкиваетесь с тем что какой-то конкретной взаимности не получаете это может быть и на работе до впахиваете больше всех всегда стараетесь не премии не повышение никаких там не в должности не в зарплате или родные близкие вы для них все они банально там спасибо не скажут ну либо это любовная ситуация когда вы максимально здесь для человека все а он просто принимает и взаимности вы здесь не чувствуете поэтому здесь но может быть судьба конечно такая но а может быть здесь какой-то негатив потому что как я самом начале сказала здесь главные вопросы за что мне это все до или почему именно так почему какая-то несправедливость и давайте посмотрим если в этой позиции у нас негатив а я и в этой позиции негатива не вижу а знаете здесь что происходит что вы как человек который слишком щедро все отдает и и вы не контролируете ту отдачу за которую можно было бы что-то взять взамен и не контролируете момент когда пора бы уже прекращать вы готовы здесь просто на всех людей распространить свое добро и вы настолько выплескиваете из себя всю энергию что когда вы понимаете что вам не хватает а ответной реакции взаимный такой нет вот тут вот и опустошение вы наполняетесь в любом случае сама самостоятельно есть вас такой ресурс потому что у вас внутри ну как бы это может быть громко или странно не звучало но у вас внутри любой живет безусловная любовь и это очень хорошо потому что вы являетесь генератором энергии для других людей вот но и главным образом для себя это поэтому вот вы очень добрый вы очень душевный человек но отдавая так вот бескорыстно у тех людей на которых распространяется вся ваша любовь вся ваша забота и вся ваше внимание на это все это действует на людей очень расслабляющие и они принимают доброту за слабость они принимают ваши шаги и действия как само собой разумеющиеся вы всегда делаете так чтобы люди чувствовали себя исключительными и эта роль им очень нравится и они просто привыкают большому счету вы залюбили и разбаловали многих либо одного конкретного если здесь вопрос касается одного конкретного человека вот слишком щедро и слишком бескорыстно вы это делаете поэтому здесь карты говорят что взаимность может быть только при условии когда не дается все на халяву а когда приходится потрудиться для того чтобы получить то что вы можете дать и вы здесь скромный человек вы побоитесь здесь озвучить какие-то реальные суммы выбор и побоитесь озвучить какие-то реальные условия но именно это и мешает вам гармоничным выстраивать отношения с другими людьми вы готовы посадить себе на шею и сделать многое за других людей когда они сами сами могли бы это сделать вот здесь третья позиция когда но можно конечно сказать от добра добра не ищут вот но здесь совсем другая ситуация здесь человек сталкивается с несправедливостью и человеку становится очень обидно когда он поступает по принципу поступай с людьми так как ты хотел бы чтобы относились к тебе но этого не происходит они происходят потому что вы не даете человеку понимание что он это не будет принимать на халяву он это не будет черпать полными руками что он тоже должен в этой ситуации что-то сделать либо дать вам какую-то компенсацию мои хорошие как только вы это поймете как только это будет вашим правилам и научиться отказывать на говорить нет научиться озвучивать определенные цены даже на какие-то ваши услуги даже если это там знакомые там или знакомые знакомы для того чтобы люди понимали что вами невозможно бесплатно бесконечно пользоваться вот как только вашей жизни сработает вот этот механизм поверьте вы и себе скажите спасибо и в вашей жизни кстати здесь идет приход по финансовой сфере может быть те те люди которым вы когда-то все делали бесплатно вдруг очнуться и захотят сами вам что вами что-то предложить но здесь момент что вы здесь способны стать преуспевающей женщины полностью самодостаточной которая получает и зарабатывать только сколько она хочет а опять же почему то что у вас не будет дефицита энергии потому что у вас будет баланс будет полная равновесие и когда вы не расплескиваете на других у вас хватает энергии притянуть в своей жизни гораздо больше и чем вы привлекали раньше я очень рада что сегодня я не увидела негатива вот и любые проблемы если они не связаны с негативом карты точно также очень хорошо объясняют но я хочу у вас узнать нужно ли будет повторять такие расклады потому что но те кто посмотрит и я не знаю сколько там 20000 человек там в итоге там 30 50 тысяч конечно это далеко не все люди которые реально без негатива кто-то в любом случае будет может быть там сглаз может быть порча для меня это все равно негатив какой бы силы там или мощности это не было зло оно и в африке зло и поэтому маленькое зло там или большое зло но это уже нюансы я хочу знать продолжать такую тему или нет периодически конечно делать чтобы и другие люди имели возможность посмотреть а негатив сегодня нет а завтра кому-то вы даже не желая перешли дорогу и что-то сделать как говорят от тюрьмы до от суммы не зарекайся но ты в этих вещах тоже есть злые люди есть завистливые люди есть люди которые считают что они вправе и вершить судьбы кого-то наказывать кого-то поощрять вот я про это поэтому я буду ждать ваших комментариев я надеюсь что вам расклад понравился что кого-то я успокоила может где-то вы получили совет важное для себя или ответ на какой-то важный вопрос и если это так то я очень очень рада на сегодня все мы с вами встретимся в новом видео кстати в правом нижнем углу к кто хочет про нового мужчину расклад будет нажимаете переходите и встретимся с вами очень скоро пока пока